здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия я вика сегодня мы с вами вяжем планку девчонки я буду показывать на примере вот этого моего кардиганчика но буду озвучивать все возможные варианты как бы планка здесь у меня v-образный вырез еще параллельно буду озвучивать когда ровная планка и воротник другой воротник нам даже вязать не нужно просто планка значит для нее я беру вот такие вот спицы здесь заявляют что это 2 и 3 миллиметра диаметр тонкие носочные деревянные с алиэкспресса плохие не нравится мне не заказывайте просто просто мне у меня других нету именно тонких я хочу чтоб планка была очень плотно связано и красиво смотрелось поэтому я использую такие первым делом вы определяете сначала конечно желательно связать образец и определить ширину планки какую вы хотите вот наберите больше петель и определите сантиметров от ширину планки я набираю 16 и буду вязать резинкой 1 на 1 2 нет я набираю 17 петель нечетное число сейчас я вам объясню почему почему именно так и начинаю вязать первый ряд начинаю вязать девчонки так ясно что первая петля у нас снимается с изнаночной петли вот последняя петля у нас тоже получается изнаночная и остается одна кромочная которую мы переснимаем на правую спицу так теперь как мы будем привязывать это все значит вот эта спица у нас снята здесь видим до кромочную петлю мы берем вот так вот одеваем на левую спицу возвращаем эту нашу кромочную петлю и провязываем изнаночной и провязываем изнаночной вот таким вот образом потом мы это уголочек вот этот еще обработаем вот этой ниткой нитью далее поворачиваем работу таким вот образом мы будем присоединять наше вязание и вяжем по узору изнаночный ряд на самом деле деревянными спицами совсем неудобно вязать как бы цепляются два ряда я провязала далее мы продолжаем просто вязать вот эту планку при этом хватая ее за каждую кромочную но еще у нас есть петли вот сейчас мы первую петлю делаем провязываем вот вот такое расстояние до примерно вот вы же понимаете где должна находиться первая петля сейчас я вам скажу сколько у меня будет петель ой рядов связано перед до первой петли такая достаточно широкая у меня планка но я хочу широкую чтобы была удобная почему то я хочу здесь свитер мохеровой хочу широкую планку так теперь одеваем следующую кромочную можно одевать одну как бы петелечку кромочная чтобы было по понежнее вот это и провязываем изнаночной вот очень важно просто в каждую кромочную не не продеть два раза в одну кромочную чтобы планка хорошо сидела вот смотрите я провязала 8 рядов теперь вот я так визуально смотрю сейчас я вам скажу сколько здесь сантиметров вот так два с половиной сантиметра от края здесь я буду делать дырку первую вот далее мы будем рассчитывать вот эти дырки значит у меня 17 петель дырку я буду делать из пуговицы у меня достаточно большие из 3 петель вот я думаю не хватит поэтому 17 минус 3 это 14 значит первые у меня 7 петель 1 2 3 4 5 6 7 далее закрываю 3 вы рассмотрите тоже на образце попробуйте дырку сделать дырочку которая подойдет к вашим пуговицам сначала купить пуговицы потом сделать дырку вот 3 и далее провязываю следующие 7 1 вот здесь вот осталось 6 и 7 7 кромочная вот она следующая наша надеюсь вам видно хорошо следим за тем чтобы кромочную не попасть два раза в одну кромочную в следующем ряду я восполню эти петли наберу петли так доходим до вот этой дырки и набираем воздушные петлями 3 петли до конца ряда так есть теперь девчонки мы рассчитываем петли у меня вот здесь на данном этапе здесь здесь у меня ровное как бы полотно на котором не нужно распределить 4 петли далее уже идет v-образный вырез скос далее мне уже петли не нужны значит на своем примере сначала для v-образного выреза рассказываю а потом объясню как сделать на прямую планку вот значит теперь у нас одна кромочная это два ряда вот сейчас мы когда мы сделали первую петлю мы считаем оставшиеся кромочные сколько у нас вот в конец сколько у нас будет этих кромочных 1 2 3 4 5 6 8 так и и и этого у меня всего 35 кромочных вот смотрите 35 кром 70 рядов планки до образно говорим значит всего у нас три дырки одна уже сделано вот смотрите одна у меня здесь сделано отсюда сюда у меня 70 рядов вторая третья дырка будет вот здесь вот это мы считаем два ряда минус два ряда это 68 рядов вот она вот эта третья дырка у нас тоже займет два ряда здесь у нас 68 рядов минус еще два ряда на вот эту дырку третью третью это 66 да 66 рядов и 66 рядов мы делим на два потому что у нас два промежутка это 33 ряда между вот этими вот дырками здесь 33 и здесь 33 вот так давайте сейчас вяжем а потом я расскажу эту планку то есть сейчас я вижу 33 ряда так вот я провязала 33 ряда девчонки после петельки да и получается что теперь петлю так как число рядов нечетное мне придется начинать делать в изнаночном ряду но ничего страшного потому что петля она по сути одинаковая и там и там чуть-чуть отличается тем более что это все будет вот ну в большинстве случаи так не получается это у меня как раз тут плохой случай получился вот если видеть вот следующее у нас будет здесь дырочка вот таким вот образом выглядит планка сейчас я сделаю дырку и буду вязать следующий третий сделала я мои три нужные петли и далее далее у меня начинается скос на v-образный вырез далее я просто классическим как бы просто как и без зала здесь тоже есть кромочная петля которая у нас одна на два ряда точно так же мы присоединяем кромочную петлю соответственно уже не делая ничего передвигаемся к плечи то есть не там ничего то есть ничего не считаем мы просто вяжем и цепляемся за каждую кромочную их прекрасно видно передвигаемся к плечу так и сейчас я вам хочу так далее теперь хочу вам показать расчет если у вас до детали вот такая вот допустим здесь резинка здесь у нас тоже обязана резинка или воротник связан вот и вам нужно начнем с того что вы посчитаем все кромочные петли вот допустим меня и будет 100 это значит что рядов у меня здесь будет 200 на всю планку да я беру ориентировочное число в 200 рядов вот я имею ввиду сейчас деталь мы посчитали вот здесь вот кромочные петли и по не по ним мы определяем количество рядов 200 начинаем вязать планку как я показала допустим вяжем 6 или 8 рядов сколько у вас допустим я провязала допустим 6 и сделала дырку это у меня в общей сложности 8 рядов вот отсюда я отнимаю 8 рядов поняли дальше что 6 рядов до дырки и два ряда уходит на дырку минус 8 рядов это сто девяносто два ряда вторая дырка у нас находится вверху на нее мы тоже считаем два ряда на дырку плюс 6 рядов окон то есть то же самое что и здесь то есть если вы здесь провязали 10 плюс 2 на дырку то у вас тут тот же будет точно такое же количество отнимаем 8 от общего 184 далее мы определяемся сколько еще нам нужно сделать на этом отрезке петель то есть визуально вы смотрите либо у вас есть купленные до пуговицы на кардиган и вы определяете этим 2 мы уже не считаем 1 2 3 4 5 6 6 петель я еще сделаю кроме вот этих вот крайне 6 петель по 2 ряда это 12 петель минус 12 172 и теперь мы считаем промежутки их у нас конечно будет 7 1 2 3 4 5 6 7 большие вот эти промежутки значит 172 разделить на 7 значит у меня будет 2 минус 14 32 32 петли на 7 у нас не делятся значит это будет 4 минус 28 это будет 4 минус 28 и в остатке у нас остается 4 петли и 4 ряда вот значит здесь у нас будет по 24 везде 24 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 теперь что делать с этими четырьмя рядами либо вы их определяете сюда по 2 ряда вот именно вот в эти промежутки либо вы их раскидываете равномерно вот допустим вот так через ряд 1 2 3 4 сюда 1 1 1 1 то есть заранее вы определяетесь куда вы деваете эти 4 лишние петли я же говорю выхода 2 либо сюда в начало и в конец либо распределить через одну сюда и там и там очень хороший вариант вот поверьте мне один ряд вот здесь он абсолютно не будет виден вот я думаю я доходчиво объяснила все девчонки вяжем дальше и так вот я провязала до шва плечевого вот ровненько просто все прекрасно садится ложится теперь далее следующим этапом немного вам покажу вот это место где у нас были убавления по 2 петли вот они как же здесь нам сделать чтобы не было дырочки значит вот последняя петля у меня переодета на правую спицу я поднимаю видите она кромочная но от нее здесь в этом месте остается большая дырка я вот так вот прям с петлей ее одеваю и провязываю чтобы этой дырки бы не осталось прямо в петлю продеваю не в кромочную а в кромочную с петлей вот потом оно рассосется немного ну тоже смотря какая пряжа возможно придется потом еще легонечко с изнанки пройтись иголочкой с ниткой но это не не во всех случаях иногда приходится так итак следующим делом у нас идет вот это вот связка из двух петель закрытых значит здесь мы эту петлю переснимаем последний и здесь вот я одеваю петлю вот у нас закрытые петли а я вот беру этот узелок я надеюсь вот видно под закрытыми петлями то есть саму петлю тоже опять же для того чтобы не было у нас этих дырок видите автоматически закрывается и первая дырка то есть там где кромочная там мы делаем прямо в петлю захватываем больше а где закрытые две петли мы продеваем как бы из двух петель делаем одну промежутки продеваем между ними так здесь у нас кромочная которую мы видите вот она можно еще тоже как и здесь мы делаем взять саму одну петлю но впереди а кромочную оставить за вязанием то есть на изнанке а с лица просто ухватиться за петельку это только по горловине спинки так мы делаем так и далее вот сейчас я вам покажу значит далее у нас идет 2 изнаночные я поднимаю вот эту вот петлю между ними потом кромочная я беру отсюда и вот что интересно далее на том секторе где у нас просто закрыто 20 петель я буду брать не в каждую петлю так как здесь вот мы видим закрытые петли мы берем через одну то есть вот здесь вот тоже поднимаем из изнаночных но через одну потому что нам здесь растянутые вороты не нужен нам здесь нужен эффект немного стянутости так хочу вам показать на этом этапе как это выглядит видите вот для этого нам нужно было вязать через одну петлю чтобы здесь у нас все хорошо улеглось сейчас я понятное дело еще здесь будет ВТО но по сути воротник уже хорошо улегся по своей сути видите он сам по себе еще он усядется уляжется и будет вообще идеально вот если бы мы вязали в каждой петле было бы здесь слишком много всего и продолжаем теперь по левой полочке продолжаем прям до конца без никаких петель без ничего без изменений смотрим вот когда мы уже приблизились как бы по левой планке мы прошли в конец вяжем вернее последнем ряду закрываем петли я их буду закрывать по узору то есть смотрим по узору изнаночная петля я провязываю вместе изнаночной далее лицевая вместе лицевой изнаночная лицевая и так далее так когда остается последняя петля вот видите последний раз закрыть как бы петли мы еще поднимаем отсюда петелечку последнюю кромочную и закрываем три вместе то есть вместе с этой петлей ползу она у нас изнаночная вот мы ее изнаночной и закроем так ну а еще одну вот таким вот образом вот край мы сделали смотрите что еще хочу вот я уже начала пуговицы пришивать потому что у меня сила батарейка я не могла снимать я хоть пуговицы пришила вот такая вот чудесная планка получается еще не видите полотно это постирана планка нет вот если намочить или постирать то она вообще уляжется идеально на мой взгляд это идеальнейшая планка так что нам теперь нужно нам нужно обработать вот этот вот краешек который мы оставили вначале я вот эту нить продеваю иглу и ее просто зафиксирую вот этот стык стежками узел и выведу нить просто сюда это плавка отлично подойдет для длинных кардиганов разных летних зимних каких угодно то есть один раз освою вы сможете ее применить в очень многих вещах мужских женских детских всяких всяких куда дело нужно здесь у меня от набора коротенькая поэтому я ее продену крючком на изнаночную сторону так и здесь я тоже обрезаю прищу последнюю пуговицу и все девчонки такая а еще здесь еще здесь края идеально все совпадает нигде не тянет не подтягивает то есть на мой взгляд это самый оптимальный вариант планки самая удобная самая идеально сидящая и самая простая в исполнении без заморочек всяких кто со мной согласен поставьте лайк а кто не согласен напишите а кто не согласен напишите в комментариях почему не согласны все девчонки на сегодня все с вами была Вика Шкула руководили всем пока пока